Начнем с корейской истории, что там произошло и как это понимать. Мы видели замечательную историю, когда у всех появилась возможность сохранить лицо. Трамп пригнал к берегам Кореи мощный и страшный корабль. Сказал, что попробуйте ракету запустить, будет вам ужо. Корейцы храбро запустили ракету, но ракета взорвалась. Конечно, можно предположить, что это была просто самоликвидация. Нельзя было как обвинить. Запустить запустили, но видите, забой какой-то произошел. Честь не пострадала, после чего у Трампа появилась возможность вздохнуть с облегчением и сказать, что у меня честь не пострадала. Поскольку ракета никуда не улетела, я ни в кого стрелять не буду. Кораблик повернулся и ушел. Здесь началось прибурное обсуждение, суть которого, что Трамп то ли плохой, то ли Корея ужасная. В общем, все не слава Богу в этом пространстве. Никто не пытался взглянуть на вопрос шире. А зачем все это нужно было Трампу? Потому что Северная Корея какая была, такой она и осталась. Никакой серьезной экспансии она не производит. Все ее вооружение, это достаточно старая программа, и она совершенно понятна в связи с тем, что она ось зла. Если ты ось зла, нужно как-то защищаться. В общем, не происходило там ничего экстраординарного, чтобы такое вызвать. Но, видимо, у Трампа накипело. Повода нет, но накипело. А вот если взглянуть на это рационально, мы сразу обнаруживаем, что Трамп, когда он избирался, он избирался по таким стандартам политического мышления большинства. Такого американского совка, американских реднеков. У них достаточно инерционные такие политические вкусы, кстати, как и у наших. И они достаточно сложно реагируют на маневры элит. Потому что у элит сегодня один враг, завтра он друг, потом опять становится врагом. Все очень переменчиво. А есть вот некий фундаментальный устой. Трудно вот американскому обывателю, обывателю американской глубинки понимать, что Израиль не друг. Как это вот Обама вот так вот ведет себя, что Израиль не друг. Всегда это был лучший друг. Вообще это религиозная установка, потому что поддержка Израиля в Америке совсем не американскими евреями осуществляется. Как раз вот американские евреи многие хотели бы слить вот эту неприятную структуру на Ближнем Востоке, которая там сосет отовсюду соки. Многие американские евреи хотели бы об этом избавиться. Но поддержка Израиля в Америке осуществляется именно такими вот белыми, англосаксами, протестантами, обитателями одноэтажной Америки, для которой это религиозная установка. Это даже так и называется американский сионизм. То есть по религиозным установкам они поддерживают Израиль. Вот Трамп возвращает вот этому вот широкому пространству привычную такую диалогему. Израиль друг, как всегда. Все будет как при бабушке. И на самом деле у нас точно так же долго не могли перестроиться, что Израиль перестал быть врагом. Всю жизнь вбивалось всем в голову, что Израиль это гадостное сионистское образование, болячка на Ближнем Востоке. И вдруг в 90-е годы все резко поменялось. И здесь лет 15 еще не могли приспособиться к тому, что Израиль совсем перестал быть врагом. Так вот, Северная Корея – это такой же долгоиграющий американский жупел. Это штамп в сознании американского обывателя, что Северная Корея – это ужас, ужас, ужас. В принципе, в свое время ее объявил осью зла Буш-младший. Но и до этого Северная Корея напрягала Америку, поскольку там были трения с Японией, а Япония находилась под американским протекторатом. В общем, традиционная вещь. Десятилетиями воспитанный обыватель Соединенных Штатов не понимает, почему такая нехорошая страна вдруг ушла на задний план в последние годы. И все больше стали заниматься силами. И вдруг Трамп возвращает привычную модель представлений о правильной внешней политике. Израиль – друг, Северная Корея – враг. Так что, на самом деле, вот это вот давление, вот этот вот подогнанный к берегу корабль – это очень в русле его предвыборных обещаний. Но за этим кроется еще один нюанс. Фактически, он переводит внимание всего мира на так называемую собственную повестку дня. И для всего мира это, в принципе, укладывается в некие чаяния, в некие ожидания. Потому что Соединенные Штаты, как лидер Запада, в общем-то, борются с Северной Кореей, с идеологической Северной Кореей в интересах всего Запада. В интересах западно-идеологической установки. И вот возникает совершенно новая повестка дня. Таким образом, Путин с его Сирией, с его Донбассом становится в общий ряд. Да, это тоже важные проблемы. Но есть еще одна, которая тоже важная. Это проблема Северной Кореи. И там совсем не Путин является центральным игроком, который тянет постоянно одеяло на себя. Там в этом качестве может выступить Китай. Китай может разруливать эту ситуацию. Он ей становится неким прокси, такой прокладочкой между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Уполномоченный по региону, региональный жандарм. Та самая позиция, которая в свое время предлагалась Путину, но в рамках которой он держаться не смог. И выходил постоянно в какие-то локальные конфликты с Америкой, как с таким большим партнером. То есть, на самом деле, вот это обострение северокорейской проблемы, это, конечно, подрыв российской гегемонии на формирование в мире единой повестки дня. Теперь важно не только то, где участвует Россия. Появляется еще один очаг. Продолжение следует...